В глазах Швейцарии репутация Великобритании как политически стабильной страны очень сильно пострадала. Аластер Маккейк, Терн Уэллф. В июне розничные продажи в Великобритании выросли больше, чем ожидалось. Не стоит игнорировать тот факт, что эти цифры имеют тенденцию быть весьма неустойчивыми. Могут ли эти данные обеспечить положительные признаки роста расходов в Великобритании? Что касается розничных продаж в Великобритании, конечно, эти данные являются основным фактором стабильности экономики. Потребление остаётся на стабильном уровне в течение последних 18 месяцев. И все мы знаем, что это был довольно сложный период из-за Брексита. Тем не менее, на данный момент одной из основных проблем Великобритании является фактический уровень инфляции. После падения покупательной способности и отсутствия реального роста средней почасовой заработной платы Великобритании. Я думаю, что все эти факторы способствовали сильному росту розничных продаж в Великобритании. В этом месяце цифры оказались весьма обнадёживающими. Однако я не думаю, что эти данные являются реальным показателем долгосрочных перспектив британской экономики. Хотя обнадёживает тот факт, что эти цифры не учитывают основные препятствия на горизонте в ближайшие месяцы. Британские и европейские официальные лица встретились на прошлой неделе, чтобы договориться относительно Брексита, а также обсудить прогресс, который был достигнут за последние семь месяцев. Новости по Брекситу будут в центре внимания рынков, переговоры о которых идёт речь, будут и дальше оказывать влияние на британские фунты евро. Конечно, судя по реакции Дэвида Дэвиса, второй этап переговоров с ЕС завершился на положительной ноте. Некоторый прогресс был уже достигнут. Тем не менее, мы не должны забывать о том, что есть много серьёзных проблем, которые необходимо сегодня решать. Соответственно, ещё слишком рано что-либо праздновать. До сих пор позиция Мишеля Барни, представителя европейской стороны переговоров по Брекситу, не имела эффекта холодного душа на переговорах. Однако, можно наверняка сказать, что у него энтузиазма намного больше, в отличие от Дэвиса. Я думаю, главная проблема заключается в том, что Великобритания не имеет конкретной позиции по ряду критических моментов, в то время как 27 стран Европейского Союза выработали общую позицию в данном отношении. Переговоры будут проходить в течение 24 месяцев. Прошло уже 4 месяца. По словам Мишеля Барни, часы тикают. По моему мнению, парламентские выборы Великобритании, которые привели к большому разочарованию, это была пустая трата времени. Как мне кажется, это время можно было потратить на то, чтобы разработать более сильную позицию на переговорах. По мнению Швейцарии, репутация Великобритании как политически стабильной страны очень сильно пострадала в течение последних 18 месяцев. На сегодняшний день кажется, что ЕС чувствует себя более уверенно, в отличие от Великобритании, поскольку страны ЕС достигли общей позиции. Что касается Великобритании, этой стране придётся проделать довольно большую работу для того, чтобы восстановить баланс в этих переговорах. В течение последних 12 месяцев ЕСБ удерживает процентные ставки на неизменном уровне. Марио Драги продолжает придерживаться своей коммунационной позиции относительно рынков для того, чтобы избежать чрезмерного роста курса евро. Эксперсия в Европе остаётся одной из основных причин для беспокойства. Что касается комментариев главы Европейского центрального банка Марио Драги, ему необходимо было умерить энтузиазм участников рынка относительно урегулирования монетарной политики в перспективе. Я думаю, последние заявления политических представителей Португалии показали, что именно находятся в центре внимания рынка Форекса и финансовых рынков в целом. ЕСБ уже готовит почву для некоторых изменений. Если говорить о текущей позиции Европейского центрального банка, мы видим некий контраст с тем, к чему мы привыкли в последние годы. Это открывает дверь для нормализации монетарной политики. Со слов Марио Драги, ЕСБ намерены дальше продолжать свои покупки активов в ежемесячном размере на уровне 60 миллиардов евро. Политика ЕСБ будет оставаться комодационной до тех пор, пока в этом будет необходимость. Тон сообщение был довольно спокойным, однако факт остаётся фактом. Еврозона в настоящее время занимает более выгодную позицию. В этом году ЕС пришлось столкнуться с большими политическими препятствиями. Однако ему удалось без особых трудностей со всем этим справиться. Все ожидают немецкие выборы, однако маловероятно, что это окажет какое-то влияние. Мы не думаем, что Германия создаст проблемы для ЕС. Именно по этой причине по курсу пары евро-доллар мы отметили сильное движение. Пара превысила отметку 1,16. Что касается пары евро-шицерский франк, согласно прогнозов Ферн-Уэлл, скорее всего, что мы увидим восходящий тренд. За последние шесть недель по курсу данной пары мы отметили рост на уровне 2,5%. Говоря о перспективах пары евро-франк, наши целевые уровни на следующие 6 и 12 месяцев располагаются выше отметки 1,15. Теперь у нас есть подтверждение того, что у фондовых рынков еврозоны есть хорошая поддержка. Мы видим ускорение оттока капитала из США в еврозону. Данная тенденция может укрепиться на фоне комментариев Марио Драги, а также со стороны других должностных лиц ЕЦБ. Вы смотрели обзор основных торговых событий прошлой недели. Оставайтесь с Дугоскопи. На сегодня всё. До скорого. До скорого. До скорого. До скорого. До скорого.